Друзья, всем привет! Получил сегодня очередную посылочку я. Здесь у нас находится, как вы поняли из названия видео, планшет Xiaomi Mi Pad. Как вы помните, у меня было видео на канале недавно, ну как недавно, около месяца назад наверно, там магазин Гонконг Голдвей, у них была там распродажа, я купил этот планшет за 180 долларов. Вот сколько я за него заплатил, 21 день шла посылка, чуть больше 10 тысяч рублей он стоит. На данный момент он стоит на 1800 дороже. Планшет этот будет продаваться после обзора. Пишите. Открываем, распаковываем. Хорошая пузырчатая упаковка. Версия планшета у нас 16 гигабайтная, черно-белая, в общем белый, задняя сторона белая, передняя сторона черная. Так, ну давайте открываем и будем уже смотреть. Вот он наш планшетик. Дисплей у нас здесь 7,9 дюймов. Разрешение экрана у нас 2048-1536 дюймов пикселей, то есть 326 ppi. Это у нас так называемый Retina дисплей. Термин, кстати, начал употреблять компания Apple впервые. Если в дисплее более 300 ppi, то есть пиксели на дюйм, такие дисплеи называют Retina. Очень красиво сделано, так стильненько, довольно таки. Так, вот у нас слот для карт памяти, кстати, поддержка до 128 гигабайт. Процессор у нас TGK-1, 4 ядра Cortex-A15, частотой 2,2 гигагерца. Так, давайте включаем его. Очень мощный чипсет у нас здесь. Экран покрыть стеклом Gorilla Glass. Он такой очень хорошо с клизмами палец. Память устройства у нас 2 гигабайта от оперативки здесь. И внутренний накопитель на 16 гигабайт, как я уже сказал. Камера у нас задняя камера на 8 мегапикселей, передняя на 5 мегапикселей. Так, язык нам предлагают тут выбрать. язык, язык. Ну, русский, по всей видимости, здесь присутствует. Так. Что там не выбралось, что ли? Еще раз. Нет, выбралось. Далее, часовой пояс. Ладно, это мы пропустим все. Wi-Fi. Очень классный экран. Вижу уже сразу. Сейчас посмотрим на половину яркости он у нас только был. Угла взора просто шикарнейшие, как можно видеть, да? Ну и внешне вообще он так 7,9 дюймов это у нас iPad mini, по-моему. Здесь какая-то штука торчит. Какой-то пленки кусочек был. Очень-очень круто сделано. Мне прям жалко будет его продавать. Так, по настройкам пробежаться. Ну, в принципе, здесь нормальный перевод, как видите. На иконках нормальные буквы никак было у меня в Mi Note. Кривой какой-то русский язык был. Так, версия MIUI, сейчас посмотрим какая-то тут шестая должна стоять. Так, на телефоне. Версия Android 4.4.2. MiUI версия, вот написано. Какая тут, это непонятно. Ладно. Кнопочки с подсветкой, кстати, у нас снизу. Так, давайте посмотрим камеру. Что-то такое сфотографировать. Даже не знаю. Сейчас возьму тут эту штуку. Палочки эти. Ну, посмотрим, что получилось. Как-то, если честно, размазано получилось. Еще раз попробуем. Макра как-то плохо фокусируется. Ну, фотографирую довольно-таки быстро. Ну, вот уже получше. Ну, мне нравится, в принципе, камера на 8 мегапикселей, думаю, у нас соответствует. Вот он я. Вот моя камера. Всем привет. Так, ну, в принципе, в принципе, наверное, на этом все. Думаю, на этом я распаковку закончу, ребята. Пишите комментарии, задавайте вопросы. А, забыл показать комплектацию. Е-мое. Так, комплектация у нас, в принципе, тут, наверное, простенькая. Зарядочка. Обычная, как у Mi. Точно такая же, как на всех их смартфонах. Двухамперная. Так, что у нас тут? Кабель. Микро-USB. Ну, должна быть здесь скрепочка и инструкция. Да, больше тут ничего нету. Ни наушников, никаких, ничего. Так, ну и, наверное, на этом все, друзья. На этом я закончу. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Что вы хотите в видеообзоре. Повторюсь, этот планшет будет продаваться после обзора. Так что, если кто желает его приобрести, пишите в личку. Продавать буду по той же абсолютно цене, по которой он приобретался. Если кто захочет приобрести из Хабаровска, буду только рад. Ну и тогда на этом все, наверное. Увидимся в обзоре. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставим пальцы вверх. И всем пока, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok